Здравствуйте! Слово Библии — это живое Слово Господа Бога. Когда Слово Господа Бога укрепляется в вашем сердце, неважно, кем вы являетесь, вы станете иными людьми. Когда Слово Господа начнет вести вас, у вас появится новая сила, у вас будет благодарность на сердце, будет покой на сердце. Вы будете счастливы. Давайте сегодня мы прочитаем Слово. Книга Исход, 12 глава. Мы будем читать с первого стиха. «И сказал Господь Моисей и Арону в земле Египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас с начала месяца, в первом да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых в десятый день всего месяца, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семейству, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не сесть агнца, то пусть возьмёт соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый сесть, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порука мужского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколят его все собрания общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в дома, где будет есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испечённое на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопечённого или сварённого в воде, но ешьте испечённое на огне голову с ногами и внутренностями. И не оставляйте от него до утра, но оставшись от него до утра сожгите на огне. И ешьте его так. Пусть будет число ваших припоясанных обувь в ваших ногах ваших и посохи в ваших руках ваших. И ешьте его с посмешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской. От человека до скота над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь. И увижу кровь и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен. И празднуйте в ионный праздник Господа во все роды ваши, как установление вечной прозунтиву. В Библии есть разные истории. И через эти истории Господь Бог хочет научить нас. И очень многие истории рассказывают, как мы можем стать детьми Господа Бога. Знаете, за что я был благодарен, когда читаю подобные истории? Ранее я ходил в церковь, но я не знал, действительно ли я получил прощение грехов. Я часто просил, чтобы Бог просил мои грехи, но я не знал, получил ли я прощение грехов или нет. И потом я спрашивал, могу ли я попасть в Старство Небесное. Подобные вопросы мучили меня всю жизнь. Но однажды, когда Слово Господа вошло в мое сердце, я начал меняться. Я поверил в Слово Бога. И Слово начало жить во мне и начало действовать. И Слово начало проявлять некую силу, которого не было у меня. Четвертый царь в пятой главе рассказывается о военачальнике Неймане Прокаженном. Он был военачальником в Сирии. Однажды он пошел сражаться с Ильзарайцаном и взял себе в плен маленькую девочку. Эта девочка осталась в плену в доме Нейманова и служила жене Неймановой. Но в Библии есть очень интересная и удивительная вещь. Вы представляете, как ей было неудобно жить в доме Неймана? Я же верю в Бога. Но, Бог, почему же я оказался в плену? Когда же я смогу вернуться домой? Господь, что если я прокаженной стану? Многие беспокойства мучили ее. Но, интересно, ее положение не изменилось. Она тосковала по родине. Она тосковала по родителям, по братьям, сестрам. Хотела увидеть своих друзей. Неизвестно, доколе она будет находиться в доме Прокаженного. Но однажды у нее в сердце формируется новый мир. Наш военачальник, он же Прокаженный. А в Самаре ведь есть Пророк, который может слегка исцелить эту проказу. Вот как. Причина, по которой Бог поставил меня в этот дом, это для того, чтобы садить Прокаженного с сыном нашим Пророком. Нужно будет сказать об этом жене Неймановой. Как военачальник будет радоваться, если исцелиться от болезни? Эта семья изменится. Они будут счастливы. Если военачальник получит спасение, мы будем изучать Библию, мы будем благовестствовать Евангелие. Находится в одной и той же положении, ситуации. Но в зависимости, куда ведет ее сердце, настроение ее полностью меняется. Если мы не думаем о Господе, думаем, что мы просто оказались в плену, мы будем говорить, почему я в доме Прокаженного? Почему Бог не сделал, чтобы меня не поймали? Что это такое? Доколе я смогу здесь находиться? А что, если я сама заряжусь от этой болезни? Я что, всю жизнь должна быть в рабыне? Сотни, тысячи переживаний будут мучать ее. Но находясь в одинаковом обстоятельстве, в ее сердце попадает одна мысль. Наш генерал, он прокаженный. Если он встретится с нашим пророком, он же исцелит. Так вот, почему Бог сделал, чтобы я оказалась в плену. Если он исцелится от проказы, тогда наша страна приблизится к Сирии и прекратится войной. И мы будем радоваться. Один тот же человек, одно то же самое положение. Но в зависимости от какой душа, меняется настроение, меняется душа. Моя мать ходила с самого молодого возраста в церковь. В 51-м году она покинула этот мир. Потом, спустя месяц, моего старшего брата забрали служить в армию. А мой отец, он помогал, так скажем, вспомогательным войскам. Мгновенно, вдруг в нашем доме не было мамы, отца и брата. Старшей сестре было 15. Мы не знали, чем питаться. Однажды я слышал странные звуки. Такой странный звук. Я открыл глаза. Моя старшая сестра, она не могла плакать перед нами, поэтому она ждала, когда мы за снем, потом плакала ночью. На улице было холодно, не было пищи. Она почти голодала каждый день. Мы жили в таких условиях в детстве. Но я усердно ходил в церковь. Хотя я ходил в одинаковую церковь. До того, как я родился свыше, и после того, как я родился свыше, это было совсем иное. Да, в воскресенье я молился, читал Библию, я делал все, что делают в церкви. Но в моем сердце всегда была тьма. Я всегда страдал. Была печаль. Не было уверенности. В 1962 году. К моему удивлению, когда я читал Библию, я обнаружил, что мои грехи уже прощены. И моя жизнь начала меняться полностью. Даже сейчас я не думаю, что то, что я делаю, это делаю я. Я был человеком, у которого было много проблем. Когда Слово Господа Бога вошло в мое сердце, я читаю одну ту же Библию. Но совсем иные чувства в Ване находились во мне. Эта девочка находилась в том же доме, там, где проказа, где была рабыней. Она была в плену. Но до того, как Слово Господа ожило в ее сердце, и после того, как это сердце Бога ожило, стало совсем по-другому. Эта девочка говорит жене Неймановой, «Я хочу вам кое-что сказать». Что же ты хочешь сказать? Вот у нашего генерала же есть болезнь. И что? Что ты хочешь сказать? Да нет, послушайте. В нашей стране есть пророк Елисей. Он исцелил многие болезни. Он сможет исцелить и болезнь нашего генерала. Не говори ерунду! Да нет, послушайте. Вот вы и подумайте. Если генерал вернется с болезнью, как я буду мучиться, вы представляете? Меня всю жизнь вы будете мучить. Разве я стану говорить такое? Нет. Но я уверен. Если пойти к человеку Божьему, он исцелит проказу. Девочка, ты вообще в уме? О чем ты говоришь? Нет, вы послушайте. Послушайте, послушайте. И тогда сказали жене Неймановой, «Елисей? Нейман говорит, я о нем слышал. Вроде бы пророк в Самаре. Говорит, у него есть сила Божия. Дорогой, ты слышал об этом? Да, говорят, это правда. Слушай, а наша служанка говорит, что хорошо за Нейлисей. И говорит, что и он исцелит твою болезнь. Правда? А ну позови-ка ее. Она приходит. Как ты можешь так уверенно говорить? Генерал, я уверен. Он истинный человек Божий. А он когда-нибудь исцелял проказу? Вот проказу я не слышала. Но он исцелил многие болезни. И он даже оживил мертвого человека. Так это было правдой. Я тоже слышал эти слухи. Генерал, въезжайте в Самарию. Тогда вы исцелитесь от проказы. Знаете, в моей жизни я обнаруживал многие удивительные истины. И когда мы получаем прощение грехов, мы с Иисусом становимся едиными. И Иисус Христос начинает вести полностью нашу жизнь. И вот как Бог действует в нашей жизни. Недавно я получил вакцину от коронавируса. Я должен был поехать за границу. Поэтому я встретился с соответственным. И я сказал, я должен поехать за границу. Можете ли вы дать вакцину? Сказали, нельзя. Я ничего не сказал. Я вышел оттуда. Но евангелист в нашей церкви он спросил, кто вот над вашим, над вами? И говорит, отделение такое-то, такое-то. И мы пошли в этот отдел. И что сказали? Недавно меня президент Колумбии пригласил в свою страну. И он говорит, нам, нашим пасторам, нужно поехать в Колумбию. Вот приглашение от президента. Нельзя ли получить вакцину? Конечно. Прямо сейчас можно. И в четверг сказали прийти. И получили первую дозу. И надо получить вторую дозу. И тогда я смогу уже путешествовать. Через несколько дней я смогу путешествовать. Я удивляюсь, как Бог открывает путь. То, что мы делаем, это происходит не с человеком. Тух Буши управляет моей жизнью. Любой человек, который получает прощение грехов в нашей церкви, да, конечно, между людьми есть разница, но нет людей, которые бы не изменились. Они становятся счастливыми, у них появляется радость, у них появляется веселье. Знаете почему? 620 тысяч служителей по всему миру работают вместе с нами. Вы сами слышали их свидетельства. Большинство из них, они получили спасение, встретив с нами. Есть многие люди, которые притворятся, якобы они получили прощение грехов. Сразу же можно отличить таких. Те, которые не родились свыше, не знают. Но человек, родившийся свыше, знает, родился тот или нет. Но если родиться свыше, с того момента Иисус Христос пребывает в нас. И Иисус, который в нас, и у которого нет, они отличаются. Люди, которые следуют за словами Иисуса, эти, которые следуют за своими мыслями. Даже от одного слова, даже от одного пути, читая Библию, даже мы видим разницу. Раньше, когда я читал Писание, я даже не знал подобных вещей. Но когда я родился свыше, читал Библию, в Писании есть сердце Господа Бога. Иисус Христос вошел в мое сердце, и я стал новым человеком и родился свыше. Это невозможно оценить деньгами. Даже за миллиарды долларов мы не сможем купить это спасение. Я могу видеть, как слово ясно показывает, как мы рождаемся свыше. Чем мы больше размышляем о слове, у нас больше становится благодарности. Я был человеком, у которого было много проблем. Я не мог представить, что буду заниматься делами Евангелия. Но удивительно видеть, как Бог вместе со мною. Я благодарен, еще раз благодарен за то, что Бог со мною. Сегодня мы прочитали двенадцатую главу книги «Исход». И здесь говорится о Пасхе. Израильтяне жили... Они жили в Египте через Моисея. Господь Бог хотел вывезти их из Египта. Однако фараон не хотел отпускать их. Так хорошо, что у них есть рабы. Поэтому не хотел отпускать израильтян. Но Бог начал действовать. «Выпусти Мой народ». И Моисей сказал фараону. Но фараон сказал «нет». И Моисей предупреждал, что будут проклятия. Было десять проклятий. И в самом последнем. Во всех домах умирают первенцы. Есть способ, как мы можем оттуда спастись. Моисей сказал израильтяна. Что написано в двенадцатой главе книги «Исход». Давайте посмотрим. «И сказал Господь Моисей и Аронов земли Египетской, говоря, месяц сей добудет у вас с начала месяца, в первом добудет он у вас между месяцами года». Это есть родиться свыше. С этого момента начало. А что было до этого, это не считается. Неважно, это месяц был маем или июнем. Этот месяц будет первым. Ваша жизнь до спасения во Христе Иисусе не имеет никакого значения. И неважно, чем вы занимались. С того момента, как мы получаем спасение, начинается новый месяц. Ранее, хотя я читал Библию, я ничего не понимал. Но когда я родился свыше, слово начало подходить мне по-другому. А, это значит родиться свыше. Это значит получить спасение. Я говорю о рождении свыше. В 2017 году, когда мы проводили впервые в Нью-Йорке форум CLF, 750 служителей посетили наш форум. Служители из США и других стран собрались и проводили неделю с нами время. И они были очень внимательны. Они сказали нам, «Пастор, можно приглашать вас в нашу церковь?» Я говорю, конечно. Они приглашали нас в церковь свою. И что же они говорили? Я, конечно, пастор в вашей церкви, но я не был рожден свыше. Я не мог передавать слово о рождении свыше. В этот раз я получил прощение грехов. И я могу рассказывать о прощении грехов. Но служители из миссии «Good News», они знают лучше о прощении грехов, чем я. Поэтому послушаем слово «Служители», которые пришли из миссии «Good News», и потом я буду говорить. Очень честно они говорили перед братьями и сестрами. Мы ведем много сотрудничества со служителями. И так благодарны. Я не мог, конечно, общаться с каждым служителем индивидуально. Поэтому мы открыли теологическую школу, чтобы служители могли учиться там. чтобы научиться вести духовную жизнь. Чтобы они могли научиться жизни в вере. И 8300 служителей зарессировались в первом семестре. И они очень благодарили и радовались. Вашинство служителей, они хотят работать и учиться у нас. Я благодарен, видя, как они меняются. После окончания пандемии коронавируса, мы дальше будем собирать служителей, общаться с ними. Дорогие братья и сестры, жизнь без Иисуса Христа она напрасная. И поэтому надо все убрать. И с того дня, как мы получаем спасение, начинается Новый месяц. В истории о Пасхе есть многие вещи, что символизируют многое. Однако, самое важное в этой истории – это Агнец. Нужно приготовить Агнец. И что говорится об этом? Второй стих. Месяцей да будет у вас начало месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года. Скажите всем обществу сыновь Израиля, в десятый день сего месяца, пусть возьмут себе каждый одного Агнца по семейству, по Агнцу на семейство. Шестой стих. И пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца, тогда пусть заколят его все собрания общества, израильское, вечером. Седьмой стих. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих осяках и на перекладине дверей, в домах, где будут есть его. Двенадцатый стих. А я всю самую ночь пройду по земле Египетска и порожу всякого первенца в земле Египетска, от человека до скота, и над всеми богами Египетскими произойдет суд. Тринадцатый стих. И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами, я зову губительна, когда буду поражать землю Египетскую. Давайте я вам задам вопрос. А в день Пасхи ангел входит в каждые дома и убивает первенца. И в каких домах он убивает? В домах, где нет крови. Здесь написано, что дома, где будет кровь, пройду мимо. Вот что значит Пасха — пройти мимо. Если помазать кровь на косяках и перекладать двери, тогда ангел пройдет мимо. Если не будет крови, тогда убьет первенца того дома. Я задам вопрос. Скажите, это было секретом или не секретом? То что? Кто думает, что это было секретом? Нет же таких. Кто думает, что это не было секретом? Спасибо. Это был секрет. Почему? Потому что знали только иудеи, другие не знали. Верно? Для египтян это был секрет. А для иудеев это не был секрет. Вот какая разница. Кроме иудеев, никто не знает об этом. Да, те, которые дружили с иудеями, они услышали об этом. Некоторые же просто наблюдали, что делают людей. Ага, мажут кровь на двери? Хорошо, я тоже помажу. Тогда люди, которые в этом доме, они спасутся или умрут? Евангелие, тот, который принимает, для него это не секрет. Но для тех, которые не знают, это секрет. Если мы точно знаем этот факт, скажите, первенец умрет или не умрет? Не умрет. Если же не знать, тогда умрет. Вот что такое Евангелие. Оно есть в Библии. Но в глазах других людей мы не видим. Поэтому такие люди должны погибнуть. Однако, если откроются глаза и увидят, этот человек будет жить. Вот как устроено Евангелие. Что уже здесь написано? Что до 14 дня нужно держать агнца. И 14 день того месяца, когда солнце садится, нужно заколоть. И убивают агнца, съедают. Вы когда-нибудь ели мясо огненка? А в Корее сейчас можно его где-то найти. Когда я был за границей, я пробовал баранину. В Казахстане есть шашлык, который делают из баранины. И то мясо не сравнимо с мясом, которое продается в Корее. И это очень вкусное мясо. И нужно готовить на огне. И в Библии написано «готовить на огне». Так вот, заколают агнца. И эту кровь. На перекладине и на косяках двери. Знаете, что значит косяки? Вот дверь же, она же четырехукульная. Вот то, что вот так стоит, это косяки. Внизу есть та же часть, понимаете, да? И на косяках и перекладине. Да, косяки и перекладина. И там нужно помазать кровь. И это секрет. И проверили, так, здесь кровь есть? Ага, есть. Ангел, проходя этот дом. Почему же Пасха есть Пасхой? Это значит «пройти мимо». Пройти мимо. Да, пройти мимо. А проходит мимо чего? Смотря на что. Увидев кровь, проходят мимо. Если есть кровь. Ангел смотрит, ага, в этом доме уже был суд. И берет миш и проходит. Нет, крови входит в тот дом. И ангел убивает первенца того дома. И мажет эту кровь с меча на перекладины дверей. Если есть кровь, тогда думают, ага, здесь уже был, наверное, другой ангел. Это был секрет. Секреты, которые знали только иудеи. Другие люди не знали. Все говорят, что Иисус Христос умер на кресте. Говорят, что Он очутил наши грехи. Но что интересно, есть две вещи. Иисус Христос умер за мой грех. Есть люди, которые называют себя грешником. Иисус Христос умер за нас. Есть люди, которые говорят, что мы праведники. И этим делятся люди. Этим все разделяется. Иисус Христос умер за меня. Если мы называем себя грешником, иными словами. Получается, Иисус провалил миссию свою на кресте. Он ведь умер для того, чтобы очистить наш грех. Но если Он ничего не смог сделать, тогда провалил свою миссию, что ли? Люди говорят, что Иисус умер на кресте, но я все равно стою с грешником. Все люди называют себя грешником. Они поют гимны. Кровью Его я искуплен. Потом говорят, давайте помолимся. Ой, Господи, прости такого грешника. Многие люди ходят в церковь. И даже не понимают, что они говорят. О дивный день, о дивный час, когда Господь меня простил. Только что пели, что Господь простил их. Но когда молятся, говорят, ой, Господи, прости грешника. Ведь так происходит. Это смешно. Однажды мы в Тегу проводили семинар. И журналист пришел и говорит, пастор, можно я возьму у вас интервью? Я сказал, конечно. Журналист спросил у меня. Пастор, скажите, в чем различие между вашей церковью и церковью других людей? Я сказал, как я могу об этом рассказать вкратце? Он сказал, пожалуйста, расскажите. Я спросил, вы ходите в церковь? Он говорит, я ни разу не ходил. Я спросил, вы слышали о том, что Иисус Христос умер на кресте? Он говорит, ну я об этом, конечно, слышал. А для чего Он умер? Чтобы очистить наш грех, говорят. Я сказал, совершенно верно. Вам сто баллов. Знаете, в чем различие между нашей церковью и церковью других людей? Иисус Христос умер за нас. Поэтому мы говорим, что наши грехи уже омыты. Но в других церквях. Хотя Иисус Христос умер за нас. Называет Себя грешником. И просит, чтобы Бог простил грехи их. Журналист сказал, подождите. Правда ли они так говорят? Я сказал, спросите у ваших знакомых. Спросите. Правда ли они говорят, чтобы Бог простил их грех? Правда ли они называют себя грешником? Я сказал, вы спросите у них. Тогда во что они вообще верят? Он ни разу не был в церкви. Он знает только о том, что Иисус Христос очистил наши грехи. Если Иисус умер на кресте за наши грехи, тогда наши грехи ведь должны быть омыты. Люди, которые ходят в церковь, говорят, что Иисус Христос умер на кресте за наш грех. Хотя Иисус очистил наш грех. Но что же они говорят? Я сказал, спросите вы сами. Говорят, что он спросил. На следующий день написали новость. И он написал все о нас. Он очень хорошо написал. Журналист позвонил мне. Говорит, пастор, знаете, много служителей начали ругать меня. Я сказал, я журналист. Я спрашивал пастору Ксупак. И как пастор сказал, я написал. Это и есть работа журналиста. Они говорят, мы же грешники, как мы можем сказать, что мы праведники? Я многое не знаю. Когда я встретился с господином президентом Паргой, я сказал. Он сказал, что он грешник. Я спросил, откуда вы знаете, что вы грешник? Он сказал, но я же согрешил, поэтому я грешник. Я сказал, это не так. Он удивился. Я открыл Писание. Кремлянам 3 глава 23 стих. Ибо все согрешили и лишены славы Божьей. Да, мы согрешили. Мы согрешили и лишены славы Божьей. Но в 24 стихе написано. Получая оправдание даром поблагодарить Его искуплением во Христе Иисусе. Иисус говорит, что мы оправданы. Бог есть Судья. И 25 стих. Христос принадл за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Я не знаю. Но я знаю одно. Я верю в Иисуса. Если Он говорит, что я оправдан, значит, я оправдан. Если Бог говорит, что я оправдан, значит, я оправдан. Но люди не верят в Писание. Верят в свои мысли. Знаете, что интересно? Кремлянам 3 главе 24 стихе. 23 стихе. Мы грешники. Там написано. Мы все согрешили и лишены славы Божьей. Мы согрешили и лишены славы Божьей. Но 24 стих отличается. Мы согрешили. Но там есть Иисус, Который искупил нас от греха, Который спас нас. И даром Он оправдал нас. Смотри на меня. Сказал. Написано. Получили оправдание даром. Я грешник. Я много раз грешил. Много раз воровал, обманывал. Что даже считать невозможно. Но Бог сказал, что я оправдан. И я получил оправдание. Бог, который является судьей, если говорит, что я оправдан, разве я не оправдан? Если Бог судья говорит, что я оправдан, разве я не оправдан? Если судья говорит, что я чист, разве я не чист? Я не знаю, я не могу рассудить, я грешник или я праведник Но я верю в слово Бога Кто бы что ни сказал Если Бог сказал, что я оправдан Значит, я оправдан Да, я согрешил Совершил много зла Много сделал плохого Я воровал Но если Бог говорит, что я оправдан, значит я оправдан Если Иисус говорит, что я оправдан, значит я оправдан Люди, которые верят так в Бога, они есть люди, которые верят в Бога Те люди, которые считают себя умнее, чем Бог Они верят своим мыслям и говорят, что они грешники Бог ведь сказал, что мы оправданы, верно? Бог судей Если Он говорит, что мы оправданы, значит мы оправданы Знаете, почему сегодня называют меня еретиком? Потому что я говорю, что мы оправданы. Говорят, что мы омыты. Я был в Доминиканской республике. Многие служители собрались в том месте. И было очень много интересного. Я поднялся за кафедру. Я сказал, что я праведник. Я сказал, что я омыт. Тогда посты рассказали, у нас есть вопрос, у нас есть вопрос, можно задать вопрос вам? Я сказал, конечно. Разве вы не обманывали? Я сказал, я много раз обманывал, что считать невозможно. Разве вы никогда не воровали? Я сказал, я много раз воровал. Так получается, вы грешник, какой вы праведник? Я сказал, верно. Я думал, что я грешник. Но Бог говорит, что я правдан. Бог же судья. Если судья говорит, что не виновен, значит, не виновен. Вы ведь знаете об этом? Даже если много раз согрешили. Если судья говорит, что не виновен, значит, не виновен. Аминь. Я не верю в свои мысли. Я много раз грешил, что считать невозможно. Я много обманывал. Много воровал. Знаете, когда я был голодным, когда созревает зерно... Мы с друзьями воровали зерно, поднимались на горы. Делали костер, готовили, чистили, потом ели. Это было так вкусно. Я говорил, что это очень вкусно. И в прошлом году один брат привез вот столько зерна. И мы с братьями естественной школы пробовали готовить. Конечно, нельзя так говорить. Но оказалось так невкусно. Наверное, знаете, мой вкус уже не тот. Люди, которые верят в свои мысли, говорят, что они грешники. Но люди, которые верят в слово Бога, они говорят, что мы оправданы. Бог говорит, что мы оправданы. Бог говорит, что не я вас помяну. Знаете, что удивительно? В Кремленном 3 главе 21 стихе мы грешники. В 24 стихе мы праведники. Если Бог говорит, что мы оправданы, разве мы не оправданы? Именно так. Вдруг служители, которые собрались в Доминиканской республике, прибежали ко мне. Я думал, что же они хотят сделать? Они начали говорить, пастор, вы наш отец. Давайте сфотографируемся. Пожалуйста, распишитесь в моей книге. И так было радостно. Почему? Я многое не знаю. Я не могу рассудить, я грешник или я праведник. Бог должен рассудить. Если Бог говорит, что я оправдан, значит, я оправдан. В Кремленном 3 главе написано. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Получая оправдание даром, поблагодать Его. Поблагодать Его. Даром. Получили оправдание. Судья. Бог говорит, что я оправдан. Значит, я оправдан. И подобного слова очень много в Библии. Знаете, что важно? Некоторые люди знают 3 главу 23 стих. Но не знают 24 стиха. Хотя он находится совсем рядом. В 23 стихе написано, что мы грешники. А в 24 стихе написано, что мы оправданы. Как? Поскольку Иисус Христос умер за нас. Если Иисус не умер, мы грешники, если Он умер и остаемся грешними, тогда только от Его смерти. Он оправдал нас. Когда я в это поверил, Бог начал действовать в моем сердце. Я не верил своим рассуждениям. В моих глазах мне кажется, что я грешник. Но в Слове Бога написано, что я праведник. И подобного слова в Библии полно и полно. Давайте посмотрим первое послание Коринфяна. Откройте, пожалуйста. 6 глава, 10 стих. 6 глава. Вы видите? Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божия не наследуют. 11 стих. И такими были некоторые из вас. Да, мы тоже согрешили. Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Да, и вы совершили подобный грех. Но именем Иисуса Христа и Духом Бога нашего Омылись, осветились, но оправдались. Это сказал не Уксу Пак. Не пастор Пакпалон говорит об этом. Не президент сказал об этом. И не судья говорит об этом. Слово Бога говорит нам об этом. Если Бог говорит омыт, значит мы омыты. Если Бог говорит, что мы святы, значит мы святы. Если Он говорит, что мы оправданы, значит мы оправданы. Не надо добавлять вашей мысли. Разве вы правы, чем Слово Бога? Нет, конечно. Даже если вам кажется, что это не так. Если Бог говорит, что мы оправданы, значит мы оправданы. Он судья. Некоторые говорят, что Бог назвал нас праведником. Нет, дорогие друзья. Бог не может грешника назвать праведником. Ну как, Он же назвал нас праведником. Нет, Он не просто назвал. Мы были грешниками. Но поскольку Иисус Христос на кресте очистил наши грехи, в глаза Господа Бога мы оправданы, поэтому говорится, что мы оправданы. Когда у нас есть грех, Бог не может сказать, что мы оправданы. Иисус, когда пролил кровь на кресте, Он омыл наши грехи, поэтому мы стали праведны. В глазах Бога мы праведники. По этой причине Бог говорит, что мы оправданы. Когда я смотрю на себя, мне кажется, что я грешник Однако Бог сказал, что я правдан Поэтому я не верю в свои мысли, я верю в Слово Бога Это ведь так просто Сегодня многие люди ходят в церковь И называют себя грешником Неужели Иисус не смог очистить наш грех? Тогда зачем верить в Иисуса, который умер на кресте и не смог очистить наш грех? Это не так Когда Он умер на кресте, Он совершенным образом навсегда очистил наш грех Кеориам 9 главе написано Но Христос, первощреник будущих благ Придя с большей совершеннейшей скини, Ее не рукотворено, то есть не такого в устроении Посмотрите, 12 стих И не с кровью козлов и тельцов Но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление Иисус Христос своей кровью приобрел вечное искупление Так Он сделал меня святым Меня грешника Бог сделал белее снега Не золотом, не серебром, не временным я получил прощение грехов Но кровью Иисуса Христа, святого Аганца, я его кровью получил прощение грехов Сегодня многие люди говорят, да, много грехов, которые были в моем сердце Не, не так, не так Вот так, вот так Да, вот так вот делают при собрании для пробуждения Но когда молятся, они говорят, Бог, прости меня, грешника Что за чушь? Мне кажется, Бог запутается, смотря на нас Говорим, Его кровью мы получили искупление Потом говорим, Бог, прости грешника Мы говорим то, что не совпадает И люди не понимают, в чем их ошибка Подумайте Я верю Господа Бога Не важно, что говорят мои мысли Я согрешил Я был грешником Но Иисус Христос Написано, Он очистил мои грехи Написано, что очистил белее снега И что я оправдан Поэтому я могу сказать, что я оправдан Ведь Он все сделал тогда, что мне остается делать Многие люди верят своим мыслям больше, чем Слову Бога Теперь Не доверяйте вашим мыслям Веруйте в Слово Бога В Писании Написано, что наши грехи уже омыты Первый Коринфий нам написано И такими были некоторые из вас Именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего Но омылись Но осветились Но оправдались Именем Господа нашего Иисуса Христа Мы верим в это Слово И это Слово Бога Продолжайте называть себя грешником Друзья, не верьте своим мыслям Да, мне кажется, что я грешник Потому что я много согрешил Но Слово Бога Говорит, что мы оправданы Аминь Давайте будем верить в истину Сегодня многие люди ходят в церковь И говорят, что Иисус умер на грязи за наш грех Но многие люди остаются грешниками Когда помазали кровь Агнца на косяках двери И на двери нашей души есть также кровь Иисуса Кровь пролита Иисусом на кресте А мыло наши души били из сника И так я стал святым Так я стал праведным Об этом свидетельствует Библия Я верю в Библию Я верю, что Бог благословит вас Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Встали